Сейчас мы начинаем работу уже непосредственно с цветом. Я хотела показать вам, как выглядит коробочка с акварельными карандашами. Вот так. В принципе, вы приходите в магазин и просто можете спросить у продавца, а не искать на прилавке. Я выбрала оптимальное количество цветов, 12. Вы можете взять больше, но это, соответственно, и стоить будет уже дороже. Вот. Я их уже заточила. Теперь мы начинаем работу. Я предлагаю начать данного котика с глаз, потому что он является как бы центром зрительным. И наш глаз в первую очередь падает именно на глаза. Они наиболее бросаются нам. Они наиболее четкие и интересные. Да и потом, начиная от глаз, уже будет проще штриховать шерсть, чтобы не создавалась такая ситуация, когда не знаешь, с чего начать, за что схватиться. Потому что шерсть это уже как бы более размытая. У нас есть две четкие части. Это глаза. Я изначально взяла черный карандаш. Мы нарисуем зрачок. Там достаточно много бликов. Я предлагаю все это передать для того, чтобы получилось наиболее реалистично. Мы хорошо заточены карандашиком. Сначала не с сильным нажимом. Я обвожу зрачок, потому что он весь у нас черный. Только будьте очень внимательны и осторожны с бликами. Для того, чтобы у вас не получилось разбитого изображения. Глаз все-таки это цельный, и зрачок должен казаться цельным издалека. Теперь я намечаю. Там какой-то интересной формы черная часть. Примерно, наверное, от середины начинается. Вот она середина. Еще раз повторяю. Смотрите осторожнее с акварельными карандашами. Так как они плохо стираются, лучше обойтись без этого. Наметили примерно форму. В общем-то, не стоит ее слишком точно повторять. Также осторожно. Потому что акварельные карандаши очень легко ломаются. Они очень мягкие. Так же мы видим, там у нас лежит какая-то ткань. Так же ее отметим. Достаточно легко сделаем это. Еще какой-то очень темный силуэт. Что-то я говорю уже. Не столь обязательно его очень точно намечать. Сделали его черным. Теперь можно еще немножечко утемнить. Теперь можно еще немножечко утемнить. А теперь внимательно посмотрите на зрячки. Там все не черно-белое. Так как мы делаем цветное изображение, то это так же надо все передать. Достаем остальные карандаши. И смотрим. Там какая-то голубая часть. Скорее всего потолок. Возьмите голубой карандаш. И не сильно нажимая, проложим голубой цвет. Просто для того, чтобы потом был слегка голубоватый тон. Потому что мы все темным-черным объединим. Чтобы глаз не дробился. Потому что там не явно голубой. Немножко затемненный. Какие-то коричневые части. Возьмем так же их. Изобразим. В общем-то, что особой точности не требуется так же. Я беру более темный коричневый. Так как вот ткань там или салфетки какие-то лежащие имеет немного коричневатый оттенок. Так же слегка прокладываю. В принципе, смешивание цветов в карандашах так же. За счет наложения одного цвета на другой происходит. Внимательно посмотрели все. Утемнили уголок. Он не самый белый, поэтому слегка придадим ему тон. И утемним платочки. Замечу, что книзу они достаточно темные-черные. Мы умеем делать тоновую градацию, поэтому одним движением руки переходим от темного к светлому. Сравниваем, смотрим, что темнее, что светлее. Здесь более светлая грань. Дальняя салфетка более темная. Какой сделали контраст. Темный. Темняем так же и голубую часть. И все. Слегка проштриховываем. Объединяем. Не делайте очень четкие штрихи. Попытаемся передать реалистичность изображения. Смотрим опять, что темнее. Прищуриваетесь так же. Смотрите. Вы можете оставить блик. Я вытираю его плечкой. Можно придать ему слегка желтоватый оттенок. Слегка, слегка, слегка. Потому что он там не идеально белый. Прищуриваемся и смотрим, какие части у нас разбивает наше изображение, чтобы слегка утемнить. Надо взять опять коричневый карандашик пройтись для цвета. Немножечко объединяем края. Прищуриваемся и смотрим. Сверху должна быть самая темная линия, так как от века все-таки падает тень. И сразу плавно переходим к остальной части глаза. Она имеет такую достаточно темную обводку. оказываем форму зрачка. Он обведен достаточно темным черным. здесь вообще область такая вся. Темная, сделаем ее слегка черным, пока не будем очень сильно утемнять, потому что там еще имеются и коричневые оттенки. Поэтому мы берем темный коричневый карандаш. В принципе, чем больше цветов вы имеете в карандашах, тем лучше и проще для вас самих. И не все цвета хорошо получаются при смешивании других, более простых. Большинство цветов, в принципе, рекомендуют покупать даже профессиональные художники. А не смешивать. Я еще больше утемняю к внутренней части глаза черным карандашом. И темняю всю коричневую часть, потому что карандаш все-таки коричневый достаточно светлый. Я не подхожу вплотную к зрачку, так как там остается светлая часть, блик. Карандаши желательно должны быть хорошо заточенными. Так, пока на этом все. Теперь сделаем зеленый зрачок. Посмотрим на цвета. Зеленый цвет. И какой-то оранжеватый. Желтоватый можете взять. Коричневый, красно-коричневый. Я возьму сначала зеленый и слегка проложу. Начинайте. Все достаточно легко. Лучше утяните потом, чтобы не стирать. Зеленый тут ближе к низу, к нижней части. Чем выше, там уже образуется такой достаточно оранжевый оттенок. Я взяла оранжевый карандаш и прокладываю около глаза. Пробуйте, посмотрите на цвет. Не стоит сразу срываться и делать большую область данным оттенком. Теперь я беру более коричневый карандаш. Пробую им. Можно взять желтый. Проложить. Так как у нас здесь цвет достаточно такой песочный, охристый, то поверх желтого мы прокладываем темным коричневым. При смешивании получится нужный нам цвет. Конечно, не ждите точного результата. В принципе, именно из-за нехватки цветов. Но мы постараемся передать все максимально точно. Конечно, если вы купите карандаш с большим спектром, с большим количеством, будет соответственный результат. Лучше. Утемняем опять к верхней части, к верхнему веку. От него падает тень, помним. Чтобы глаз казался цельным. Просто немножечко всегда объединяют, чтобы не разбивался и не отдельно смотрелся. Зрачок и остальная часть глаза все смотрелось вместе. Зеленый мы также немножечко прокрываем коричневым, потому что он там не такой ядовитый цвет, а более уже к болотному оттенку. и я сделаю желтый блик. Так как я взяла цвет достаточно сильно, ярко, он выбивается и получается вот именно бликом. Посмотрим еще внимательно. подправили глаза. При появлении контраста можно еще чуть утемнить черным. Делаем достаточно четкий край, не размытый, так как у нас передний план. Делаем оттенком. Оттенком. Приширились, посмотрели. Еще больше я утеню к краю. Ну вот, в принципе, в большей части наш глаз готов. Потом все можно будет добавить в процессе дальнейшей работы. И все, аналогично делаем второй глаз. И все, аналогично делаем. Теперь беру коричневый карандаш. И все, аналогично делаем. И все, аналогично делаем. Переходим на оставшуюся часть глаза. И все, аналогично делаем. И все, аналогично делаем. Теперь переходим к зеленому зрачку. Так. 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 Ну вот, в принципе, и второй глаз готов. Еще чуть я утемняю зрачок, делаю более четким его край. Чем больше нажим карандаша вы берете, тем у вас более сочный получится цвет. Ну вот, наши глаза готовы.